вот так вот мы проводим сегодня ночь у нас в доме и это не новогоднее освещение вовсе даже это юсб фонарик потому что у нас уже сутки нет электричества мои дорогие сейчас время 2 часа ночи а мы буквально вот только что вернулись из москвы у меня была встреча с читателями в библиоглобусе об этом выйдет отдельный блог но когда мы утром ну вот этого дня который закончился проснулись мы обнаружили что у нас нет электричества причем его отключили ночью часа в три ночи у нас по снт было такая знаете прям такие вспышки как как какое-то северное сияние было похоже и зеленоватый голубоватые вспышки и выключилось электричество и вот мы уезжали на 12 часовой днем электрички и из трех ночи до 12 дня не было электричества вот мы вернулись домой опять же 12 часов ночи сейчас уже два часа и мы здесь освобождаем холодильники все выносим на улицу потому что света нет и не предвидится у нас был такой жуткий совершенно снегопад все провода наверное вот толщиной сантиметров 10 вот такие вот утром покажу на леди на проводах и очень много обрыв проводов в александровском районе и аварийные службы не справляются соответственно когда нету света у нас сразу нет воды вот мне уже с утра были тазики у нас есть резервные баклажки с водой на них я с утра приготовила еду какое-то чайник вскипятила помыла голову ну в общем так вот мы все это тогда оставили и уехали в принципе у нас есть генератор но поскольку нас весь день не было дома то мы понятное дело его не заводили вот ну и вообще первый раз у нас так надолго отключили электричество кстати вот этот фонарик конечно прям выручает его валера как-то купил на озоне что ли или на вал переседина стоил рублей 300 от юсб заряжается смотрите как хорошо освещает ну висит просто почему не подключен на своем собственном каком-то аккумуляторе вот у меня для телефона есть powerbank сейчас это я его подзарядила и телефоном снимаю но и тут у меня здесь подарки от подписчиков со встречи с подписчиками такая тарелочка 3 такая новогодняя тарелочка и еще вот такая милая новогодняя открытка это моя подписчица сама нарисовала ее руками в такую тревожную ночь особенно радостно на нее смотреть здесь такие милые домики мы сейчас даже печь уже не стали топить но ночь хочется спать в доме сейчас наверное градусов 18 и поскольку у нас теплые полы они так скажем инертные они остывают достаточно медленно ну то есть считаете уже почти сутки нету света вот а в доме еще достаточно тепло все таки поэтому мы решили что мы ляжем спать так утром встанем пораньше если электричество не включат то затопим печь и валер будет подключать у нас есть генератор хусварна но мы им ни разу еще не пользовались этим генератором вот за три года у нас вот первый раз я говорю такой чтобы у нас на сутки отключили свет максимум был часов на 5 наверное в принципе морозилка у меня еще держится кстати новые зрители спрашивают где морозилка морозилка находится вот у нас под островом вот и здесь еще все как знаете каменного вида я бы сказала все эти сутки держит морозилка выключена поэтому пока ее не выгружаем а так вообще у нас есть вторая морозильная камера такая небольшая на 20 литров отдельная мы там корме храним корм для животных там желудки всякие покупаем куриные и вот это вот все валер сейчас выгрузил сумку вынес в снег и из холодильника тоже я все вытащила и вынесла вынесла мы такие пластиковые контейнеры купили от мышей ну как храним на терраске вот туда вынесла все что у нас в холодильнике но вове сейчас будем ложиться спать утром вам покажу как нас заснежило всех целиком и я надеюсь все таки свет включат ну в общем расскажу сейчас через некоторое время наступило утро следующего дня электричества так и нет в доме уже конечно прохладно но еще терпимо под одеяло так вообще нормально спала в макияже поскольку нечем было умываться судя по звукам валера там топит печку так что сейчас будем справляться с временными жизненными трудностями тут вот ходят товарищи которым шубе всегда тепло компот пришел ко мне греться вставать не хочется из постели в постели в принципе нормально тепло да компот вставать скажи мне хочется совсем мне так что будем сегодня весь день топить печку сейчас наверное подключать генератор ничего справимся да компот поскольку в эти моменты у нас же интернета нету вот у нас компьютер работает через вот такой вот ups накопитель хотим попробовать через него включить модем у нас это оптоволокно трайтек посмотреть будет работать и так хотя бы написать там кому будет что-нибудь это мы вообще без связи тут находимся зато на улице зимняя сказка ну вот смотрите видите в комнате сейчас 16 градусов печку затопили посмотрим как температура будет подниматься у нас еще начал линять сату вот сколько шерсти от собаки вопрос видите же творится это он потому что любит в спальне спать на коврике если бы не вот этот пылесос который мне мама подарила то я вообще не знаю как как я с этим бы совсем справлялась но такое только когда у него ленька два раза в год на так от него шерсти практически нету хорошо что пылесос от аккумулятора и можно сейчас пропылесосить ну что давайте проверим как там у нас печечка уже так от нее прям тепло идет ощутимая отлично ты ведь в этот раз мы топим нижнюю печку мне верхнюю топку русскую где пирог с вами пекли внизу такой прям жар хороший идет сейчас она вся печка разогреется и доме я надеюсь потеплеет еще потом дрова подкинет компот уже получил свою еду радостно хрустит куриными шеями вот у нас видите здесь под раковиной туалете то валера сейчас снял занавеску потому что у нас здесь вот есть вход вот видите вот эти вот три три вилки вот это с улицы сюда вот там вот с улицы есть вход под генератор и валера сейчас пошел заводить генератор сейчас он его сюда принесет тут там все расчистит снег и попробует подключить почему говорю попробовать потому что реально вот он у нас есть но ни разу ну как он его заводить пробовал но вот так чтобы подключать чтобы у нас работало в принципе ни разу не пробовал и соответственно вот это у нас есть скважина септик и на холодильник пошло по моему если я не ошибаюсь вот как раз под них есть три розетки чтобы переключить на генератор вот а так у нас вот тут запас воды стоит вот сейчас он его вылил соответственно занавеску снял там чтобы себе доступ туда освободить вот она показана виска который у нас в туалете висит этот шкафчик закрывает в высоту уже на улице там бегает ну а я буду пытаться что-нибудь приготовить вот он мне воду отлил в таз вот еще у нас одна канистра с водой компот тем времени уже поел такой важный пошел он пошел чтобы на улицу выпускали ну сейчас если у него с генератором все нормально пойдет то соответственно появится вода потому что скважина заработает так у нас вообще в товариществе есть вода но она естественно не работает когда нету электричества поэтому ситуация когда у тебя у самого нет скважины до воды нет электричества в товариществе то тебе вообще негде воду набрать только если ездить там бутылки покупатели для хоснуш можно снег топить потому что у нас вообще снега конечно очень много вот так сейчас поставлю чайник нам знаете еще повезло что на улице сейчас ноль ну поэтому дом как не выхолодился все-таки плюс 16 согласиться терпимая температура абсолютно нормально я оделся тепло и мне вообще хорошо сейчас кипячу воду надо посуду помыть завтрак приготовить но я надеюсь что у валера с генератором все получится и у нас будет вода потому что канализация это тоже не работает без воды ну видите я кран открываю воды нет вот так поэтому вот тазиками тут сейчас разберусь так по старинке на самом деле конечно ничего такого прям смертельно страшного нету просто временные неудобства это все можно пережить я думаю даже если не дай бог хоть надолго затянется сейчас тут уже двое суток вот и даже если это надолго затянется мы как-нибудь справимся теми силами которые у нас есть у нас есть слава богу газ у нас есть печь у нас есть вода если мы генератор подключим да в любом случае можно на ограниченное количество времени включить генератор накачать себе воды ну а помыться уж можно погреть воду и сделать запас воды чтобы канализацию сливать я говорю самое главное что сейчас на минус 25 потому что в минус 25 так вот сертик оставишь он замерзнет и все ничего хорошего не будет вот у меня подсевший все-таки голос я вчера говорила на встрече с читателями в библиоглобусе и в москву ездила и по улице шла с Валерой разговаривала видите мне опять прям подсаживается голос короче еще ночью у меня честно говоря замерзла голова когда я спала вроде я так все тепло оделась головой так накрывал с одеялом надо было конечно или косынку или шапку какую-то одеть но я что-то как-то сразу не сориентировалась короче замерзла голова ладно буду я что-нибудь готовить когда такая дезориентация какая-то не знаешь за что хвататься и как лучше организоваться в общем у нас такая тренировка тренировка экстремальной ситуации потому что согласитесь там себя в нее не поставишь да у нас такая тренировка light в легком режиме на улице 0 не так холодно а холодильник я вам не показала как мы организовали сейчас тоже покажу мы вчера в ночи когда вернулись мы все повыносили и вот эти контейнеры которые раньше заранее купили чтобы тут хранить на веранде вот вот сейчас у меня тут видите вот там и кастрюльки стоят ну короче у меня весь холодильник перекочевал в эти контейнеры ну опять же учитывая что 0 градусов абсолютно нормально вот у меня тут и перец лежит и руккола и салат и ничего с ними не получилось так что сейчас вода есть немножко из этого приготовлю завтрак вот а то что у нас было в морозилке валера вон там видите пеноплексом накрыл бы выкопал яму и туда все сложил знаете каждый раз когда я вам снимаю какая у нас тут снежная красота кажется что краше уже быть некуда вот но на самом деле столько снега сколько сейчас наверное не было еще ни разу реально все просто все в снегу конечно очень красиво сейчас с вами пройдемся немножко по снг покажу как вообще все завалило но даже вот у нас тут на выходе в лес смотрите какая сказка это уже даже немножко ветром сбило валера кстати видите машину накрывает вот такой тент купил в прошлом году в интернете где-то заказал мне кажется они на вал пересе на озоне есть очень удобно не обледеневает стекло и когда много снега вот это просто потом стряхнуло тебя уже считаю пол машины почищены вот интернет у нас что-то не получилось в доме подключить сейчас пойду выйду когда на шоссе выходишь там у нас обычно есть интернет если это как бы не такая не общая авария армия районная а вообще говорят что очень много обрывов проводов александровском районе и я вчера когда ездила на встречу с читателями мне подписчики там писали кто из александровского района тоже очень многих нету электричество вот что у нас тут случилось пока неизвестно вот вроде обещали вчера вечером сделать но ведь уже второй день а ничего собственно и не сделали вот но зато есть возможность полюбоваться зимней сказкой сейчас с вами пройдемся обязательно посмотрим как красиво вот смотрите идем по соседней улице и я все время говорю что дачники не подозревают какая тут красота да когда их нету вот такие летние дачники так скажем а на самом деле они еще не подозревают сколько бывает снега посмотрите как согнулась калина просто перегнулась через забор и вот тут вот как раз хорошо видно что случилось с проводами почему обрывы то посмотрите какой слой снега на проводе вы представляете какой-то вес и главное ровно такой круглой трубочкой как это так намерзает это поразительно вот конечно провод вон весь его качает от веса те деревья вот эти все деревья они ну высокие стоят всегда и посмотрите их под тяжестью снега прямо над улицей склонила такие вот шапки мы вчера частично там у себя отрихали деревья потому что у нас тоже наш куст и жасмина прям склонился вот что творится конечно красивое зрелище но вот так вот и ломаются деревья вот а люди они даже и не подозревают что у них тут такое происходит потом наверное приезжают видят деревья поломанное думать что такое было а вот вот такое вот было так что снежная сказка происходит да вот прошла к моим любимым елкам у нас тут вот такие растут шикарные красотки и смотрите вот здесь тоже с проводами очень показательная история во вчера когда со станции ехали до дома в некоторых местах вдоль шоссе провода почти на земле лежали от тяжести то они еще так умудряются растягиваться конечно обрывов много как на них вот так намерзает то просто удивительно да ну вот потому и обрывы вот как как то так сложились обстоятельства ну я имею ввиду влажность скорость ветра температура воздуха что на проводах вот такое намерзло поэтому это у нас по всему району когда нам это исправит неизвестно остается только преодолевать временные жизненные трудности не унывать и наслаждаться той красотой которая нам явила природа вокруг нас это же потрясающе красиво это даже не сказка морозка это еще что-то более нечто невероятное еще жалко что солнца сегодня нету он елка какая природа все к новому году сама по себе украсил а вот здесь у нас такая ветла не больно наше небольшой такой синтежной площади и посмотрите тоже под тяжестью снега как ветки все опустились потрясающая красота представляете даже если березы вот так ветки все вниз опустили то уж что тут про провода говорить глубокий такой снег я иду это вот где у нас было все почищено там нас пруд его даже не видно за этими снежными сугробами которые тут трактором когда чистят сдвигают он такая вот снежная пустыня у нас ладно буду постепенно домой возвращаться зато красиво прогулялась пока муж там снег чистят я тут гуляю ты одна но вообще на самом деле на улице очень приятно вы знаете такой воздух свежий и не холодно и в то же время не настолько тепло чтоб таяло то есть на самом деле прогулка получилась замечательно даже щеки порозовели на то что я спала с макияжем а ты знаете проснулась уже звезда и даже какая-то и не опухшая совсем вроде да вот на самом деле я вот совершенно вам сейчас все это рассказываю не подумайте что я там ною или жалуюсь вообще нет мне очень нравится что мы тут живем и опять же не надо писать сейчас некоторые любят написать что я сама себя уговариваю да я вообще себя не уговариваю мы при желании если бы у нас с мужем было такое желание могли бы тут все оставить снять квартиру москве туда вернуться и переехать вообще без проблем но дело в том что у нас нет такого желания и даже вот эта ситуация то что у нас два дня нет электричества ну что справимся у нас мозги есть руки есть приборы всякие есть так что я все отладим и ну неделю не будет но все равно же сделают рано или поздно правильно вот даже интересно такое у нас приключение двое суток без света называется так что сейчас разберемся в общем пойду завтрак готовить и ждать пока муж подключит генератор тогда и вода появится вообще будет отлично на печку подкинуть и еще дров принести пока так чистит не заняться этим вопросом подсадить мужик да конечно печь в доме это вещь прямо скажем кто нам советовал ее сломать когда мы ремонт делали то очень было недальновидно и какие-то советы такие дружескими их не назовешь потому что конечно это альтернативная источник тепла и конечно буржуйки там вот это все это очень хорошо но только русская печь сейчас мы протопим два раза хорошо и она будет держать двое суток тепло представляете никакая буржуйка так не будет держать конечно эти маленькие ты говоришь валер положить в печку туда сушиться в русскую маленькие в русскую положить сушиться и положить вот это там для подкидывания тоже ага ага Продолжение следует... Какая удобная эта сумка. Так вот раз и несешь. И вся чистая, понимаете? Да, конечно, в частном доме скучать некогда. Даже когда у тебя вроде все организованно и устроено, все равно тебе приходится совершать столько таких действий, которые в городской жизни ты никак не совершаешь. Вот. Ну, то есть ты все время в каком-то движении находишься. Причесочку надо поправить. И это нельзя сравнить никак с городской жизнью. Но в этом есть своя прелесть. Во-первых, ты все время на воздухе. Во-вторых, ты все время действительно двигаешься. И, ну, по сути, это предоставлено сам себе. И, вы знаете, некоторые говорят, вы можете вот так вот жить. Это же скучно. Это же нечем заняться. Это же ты боишь. Знаете, у нас вообще ни у меня, ни у мужа нет такой проблемы. Нам все время есть чем заняться. Мы все время что-то придумываем. И вот сейчас в отсутствии электричества единственное, что меня печалит, это то, что у меня не работает компьютер, и я не могу все списать. И, в общем-то, монтировать тоже, потому что у меня, ну, аккумулятор как бы ограничен, да? И нужно беречь заряд телефона. Хотя, в принципе, мы можем, дорога у нас почищена, отъехать в город и там зарядиться где-нибудь в кафе, сесть и зарядить аккумулятор и телефон. Так что, если такое случится, и долго не дадут электричество, в принципе, так поступим. Или, опять же, вот в розетку, где генератор сейчас Валера подключат, можно там подключить. Короче, можно всегда что-нибудь придумать, а чем заняться вот так вот просто. Аняшки наши наелись. И такие лежат на своих местах. По ступенькам разлеглись. И переваривают. Довольно им, хорошо, тепло, сыто. Сато так еще задумчиво в окно смотрит. Ну, я поставила готовиться еду. Экономлю ресурсы. Так как печка горячая. Вот, жарю на печке. Сонариком вам тут снимаю. Куриные крылья. Хорошо поджариваются. Смазала их устричным соусом. Покажу вам, каким. Просто посолила, поперчила. И вот тут вот обжариваю. И поставила гречку вариться. Ну, гречка это удобно. Будет и нам, и собаке. Ну, в общем, на всех. И вот, видите, заложила дрова сушиться. Русскую печку. Там сейчас как раз тепло. И дрова хорошо просохнут на следующую растопку. Ну, а здесь надо контролировать, поскольку плита очень горячая. Вот даже невозможно вот так руку держать. Ну, зато быстро сейчас все у меня здесь закипит, испечется. Я, видите, даже не снимаю вот эти круги. Их можно снять. Там тогда огонь и вообще жар хороший. Но сейчас, когда активная топка идет, там и так очень горячая плита. Даже нет необходимости снимать. А так вот снятием последовательно вот этих вот кругов, видите, можно маленький снять, побольше. Можно регулировать жар. Ну, опять же, вот я только поставила воду. Она уже там начинает закипать потихоньку. И здесь у меня яйца варятся. В общем, чаек себе налила, уже витамины свои выпила. А сату с компотом носится по всему дому. У вас надо на улицу выгнать. Что вы тут расшалились, друзья мои? Вот видите, пристают, пристают друг к другу. Компот, компот, провокатор. Видите, нападает на сату. Я все время поражаюсь, откуда у него столько ума и такта у сату. Ведь он соображает, у него же такие зубы. Он может этого кота просто в миг сожрать. А он его так деликатно прикусывает, играется с ним. Сату. Вот смотрите, в курицу я добавила воду. У меня уже вода почти выпарилась. По сути, у меня курица, она не жарилась, а тушилась. Я ее чуть-чуть обжарила, а дальше она у меня дотушилась. Какие получаются симпатичные крылышки. И за счет вот этого соуса у них, видите, вот такой вот цвет. Уже мягкие и не пережаренные. И каша у меня уже один раз закипела. Я воду слила, добавила топленое масло, другую воду. Всегда, когда у меня гречка закипает, я первую воду сливаю. И она потом получается рассыпчатая и без вот этой горечи спокойно. Так что сейчас кашка у меня тоже будет готова. Печечка топится. Ну, а я сейчас еще салатик сделаю нам. Да, хотела вам соус-то показать. Вот такой соус, это мне тоже подписчица посоветовала. Мега-шеф. Это вообще соус из грибов. Ну, он по принципу как устричный. Но сделан из грибов, без глютена, без сахара. Вот грибной соус премиум, видите, торговая марка Мега-шеф. Веганский соус, аналог устричного. Хороший соус, мне понравился. На Валберис я заказала. Если кому-то надо, приходите в Телеграм, я вам поделюсь ссылкой. Ну, у меня прошло около 20 минут. Все готово. Гречку, видите, я уже отставила в сторону. Здесь нет такого прям прямого нагрева. Но при этом очень тепло. Как в духовке. Посмотрите, какая она получилась рассыпчатая. Очень вкусная, с ароматным топленым маслом. Прям потрясающая. И крылья тоже, которые я мужу приготовила. Вот они у меня тут стоят. И чтобы не остыли, так скажем, допекаются прямо уже в форме. Я переложила к сковородке. Сейчас выложу себе гречку на тарелку. Смотрите, какая прям пушистая. Видите? Сейчас постоит, будет еще лучше. Так в печечке постоит. И вот это получается мой завтрак. Так как я вам рассказываю периодически про правильное питание, на котором я нахожусь уже длительное время. Уже скоро год в конце января будет. Вот моя тарелка на завтрак выглядит вот так. Овощной салат. Здесь салат айсберг, руккола, сладкий болгарский перец, авокадо, оливковое масло и черный перец, и лимон. И гречка, как углевод. И яйца, как белок. Вот такой у меня будет завтрак. Ну, а мужа буду кормить точно так же. Плюс еще крылья. Ну что, приятного нам аппетита. Валера тем временем там на запуске генератора находится. Уже 3 часа дня, а начинает темнеть. Очень рано темнеет. Вот смотрите, как у нас туи снегом немножко помял. Но они потом восстановятся, ничего страшного. Груши тоже стоят все в снегу. Вообще, я ни разу такого не видела, чтобы они вот так вот в снегу выли. Прямо такой слой на них. Вот Валера уже установил генератор. Ты его заправляешь бензином, да? Да. И потом, вот видите, вот эти розетки, которые я вам в доме внутри показывала. Вот отсюда выходит. Вот он шнур. Как раз под окном туалета. Ящики я не убрала. Только сейчас их увидела. И вот как раз этот шнур, я так понимаю, подключается к генератору. От него будет вход, а потом в доме вот в те розетки выход на домашние приборы. Теплица опять вся в снегу. Не дойдешь туда. Вот моя розочка плетистая. Вот здесь вот тоже под снегом. Да, уже в этом году несколько раз чистили, как никогда. А снега так много. Все, почистит Валера. Потом утром просыпаемся, как будто ничего и не чистил. Я говорю, столько снега еще ни разу не было, сколько мы живем здесь четвертую зиму. Вот столько снега, сколько в этом году не было ни разу. Музыка. 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 Вот так он не вибрирует, четко встает. Музыка. 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 ее в этот генератор. А это любопытный сахарок. Ну вот. Ура! Вода пошла. Жизнь постепенно налаживается. У меня пузыринчик такой красивый стоит. Новый. Я купила в него жидкое мыло отдельно. Наливаю. Очень мне нравится. У нас в хозяйственном магазине приобрела. Ура! Вода, хоть и холодная пока, но это уже хорошо. Сейчас смогу, наверное, пауэрбанк от телефона поставить на зарядку, потому что у меня он тоже в ноль сел. Телефон садится. Я еще им снимаю, ухожу. Ну, в общем, жизнь налаживается. А мы, кстати, когда ездили в Карелию отдыхать, мы же там на острове жили. Ну, понятное дело, что на острове никакого электричества нет. Там как раз вот от такого генератора и лампочка горела у нас и зарядки телефонные. Мы все заряжали. Вот. Так что, конечно, это ну, нужное дело при проживании на природе. Хорошо, что у нас все получилось. У нас, Валера, все получилось. И что мы заранее запаслись. Мы этот генератор еще два года назад купили. Вот когда мы покупали Хусварна, у нас же аккумуляторный триммер. И потом к этому триммеру этим летом мы купили газон-гасилку. Вот. И когда мы покупали триммер с аккумулятором, мы сразу и вот этот вот генератор купили. Нам тоже тогда в комментариях много кто чего советовал. И вот, Валера тогда посмотрел, мы купили этот генератор. Но вот так, чтобы его прямо вот использовать, реально еще как-то ни разу не приходилось. Вот. Так что, сейчас освоимся, и будет нам не страшно на отключение электричества. Да, и кстати, знаете что? К вопросу о том, как громко он работает. Ну, во всяком случае, вот это наше Хусварна. Вот сейчас специально выключу воду, чтобы шума не было. Вот. А это еще у меня микрофон чувствительный. Вот смотрите, вообще в доме со стеклопакетами не слышно, как он работает. Ну, в общем, никаких звуков нету. Сату, ты согласен? Тихо. Так что, все отлично. И Валера его на пеноплекс поставил. Он там и не вибрирует, стоит тихонько, все хорошо. Очень-очень здорово. Мне таки довольная. Жизнь налаживается. Надо промониторить мне еще раз мою печечку, как она тут, пока Валера этим занимается. У меня тут, видите, такая силиконовая варежка. Ой, не хочет открываться. Нужно посмотреть, я тут, главное, проступки. Ну вот, и печечка топится. Сейчас посмотрим, как там температура в спальне. Специально в спальню повесила, потому что градусник. Потому что, понятное дело, что в кухне, ну, так как здесь топится печка, и здесь у нее нагревается вот эта вот стена, очень горячая, прям не дотронешься. Соответственно, вот эта вот вся, вот здесь вот так вообще прям раскаленная. Отсюда идет теплый воздух, верхняя часть нагревается, а в спальне у нас как раз нагревается вот эта стена, и она равномерно, равномерно сейчас прогреется, и практически вся до самого верха будет горячая. Но так как у нас в спальне, над спальней находится неутепленная комната, мастерская будущая, да, которую вот мы будем делать, ждем строителей в конце января, надеюсь. Вот. Поэтому у нас спальня самое холодное помещение на первом этаже. И тем не менее, ой, хотелось эти автоматические свету хотела включить. Вот, смотрите, здесь уже сколько, 18 градусов, да, было 16. Ну, потихонечку поднимается температура. Самое главное, даже не то, что она поднимается, то, что она не опускается. Это уже само по себе хорошо, потому что полы-то не работают, да, и дом потихонечку вымораживается. Ну, сейчас наберу себе везде воды впрок, вот. И сейчас Валер посмотрит, может быть, и на горячую воду включит. Но в любом случае, есть вода, уже работает канализация, и это, конечно, намного лучше, чем без всего этого. Да, кстати, я вам не совсем правильно тут показала, это уже наоборот. Вот эти три кабеля у нас были вот там включены, ну, в стационарном режиме, это от сети. А как раз вот этот вот черный, ну, такой пилот черный тут стоит, да, это нам сделал наш электрик. И вот эти три, которые он включил, Валера, сюда, это скважина, септик и греющий кабель, который идет, ну, к трубам от скважины и к септику. Вот. Вот эти, короче, три штуки у нас включены. И здесь есть еще одно гнездо запасное, у него можно, например, удлинитель и поставить там телефон и заряжаться. Вот. Валера подключил сюда удлинитель. У нас заработал слив унитаза. Не может не радоваться. Вот. А удлинитель идет и вот в кухню он сделал. И в кухне, соответственно, мы подключили сюда морозилку. Морозилка, кстати, в кухне очень хорошо держала. Холод. Двое суток ничего не разморозилось, на удивление. Ну вот. Так что теперь ее включили. Она сейчас наберет еще и все нормально. Мы эту морозилку не опустошали. Мы на улицу вынесли. У нас вторая морозилка есть, как я уже вам говорила. Я вот полный чайник кипячу. Видите, набрала воды. Сейчас еще все тазики себе наберу, чтобы была вода. Ну и все. Буду мыть посуду. Ура-ура. И готовить ужин. Приятное журчание. Ну вот еще Валера подключил бойлер через удлинитель. Так что теперь у нас есть и горячая вода. И нормально все тянет нагрузку. То есть сейчас у нас холодильник, скважина, септик и бойлер. Ко всему можно приспособиться, если относиться к этому как к приключению. И каждый выбирает для себя тот образ жизни, который ему нравится. Я, честно говоря, очень рада, что у мужа все получилось, что запустился этот генератор. и действительно как бы сама обстановка, сама ситуация показала нам и дала возможность убедиться в том, что мы можем существовать какое-то время и без электричества вообще. Кстати, мне написали в комментариях тоже, и прям в личку написала одна подписчица, что можно купить, я не помню, как это правильно называется, но в общем который накапливает электричество только большое, большого объема, такая как станция, вот, даже не сбросила как она выглядит и к ней уже вот этот UPS, через который потом все подключается. Я посмотрела, подобное оборудование стоит в районе 200-400 тысяч. Но, учитывая, что у нас все-таки не часто такие отключения, вот за 4, ну, четвертая зима, да, первый раз нас отключили, вот уже третьи сутки пошли, света так и нет и какие перспективы пока непонятны. Но, как бы, мы не видим пока целесообразности, столько денег в это вкладывать и, ну, мне кажется, можем обойтись вот так. Конечно, если часто такие отключения, то, наверное, имеет смысл. Ну, в нашей ситуации пока мы не видим смысла. У нас обычно отключают на 2-3 часа и, кстати, зимой отключают намного реже, чем летом. Вот. Ну, еще, конечно, я говорю, нам повезло, что сейчас практически 0 градусов на улице и у нас натопленный дом. Вот. Поэтому, я думаю, как-нибудь справимся. Ну, и во всем есть несомненные плюсы, да. Во-первых, такая красота вокруг, во-вторых, я уже практически 2 дня без соцсетей. Это тоже полезно мозгам иногда отдохнуть. и вот сейчас посижу, пока светло, почитаю книгу. Я перечитываю Куприна, очень мне нравятся рассказы. Вот. Потом поделаю какие-то еще домашние дела. Я говорю, вот воду везде сейчас налью и пойду ужин готовить. Вот. В любом случае, у нас есть маленький светильник, есть керосиновая лампа. В общем, ко всему можно приспособиться. Было бы желание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, смотрите, еще и лампочку подключил Валера. Так что жизнь постепенно налаживается окончательно, так скажу. Явными признаками явились блины. Я уже тут, видите, пеку, чтобы моего замерзшего мужа порадовать, который нам все подключил и наладил. Вот. Что я могу сказать? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот мы, видите, так, благодаря произошедшим событиям, как бы это сказать, отвоили генератор. Вот. И что по итогам? Все не так страшно, как мы думали. Без электричества вполне можно жить определенное количество времени. Только подвози бензин. Я так понимаю. Вот. Сейчас уже 7 часов вечера и на самом деле, по-моему, ничто не предвещает, что нам сегодня включат. Мне сегодня в чате написали, что в районе Струнина тоже все сидят без электричества. Но у нас теперь вода есть горячая холодная, канализация работает, блины пекутся. Тут видите, мы торшер приспособили, который у нас в бане стоял. На всю кухню светло, тепло, печка топится. Так что все можно преодолеть. Главное не унывать и относиться ко всему происходящему в вашей жизни как к приключениям. С вами была Таша Уляра. До новых встреч на канале. Не унывайте ни в каких ситуациях. Все будет отлично. Пока. Редактор субтитров